В зрелом мозге функции BDNF, молекулы BDNF включают в себя нейропротекцию и синаптическую пластичность. И однонуклеотидный полиморфизм в гене BDNF приводит к тому, что валин заменяется метионином в 66-м кодоне продомена, и это нарушает связанную с деятельностью секрецию белка BDNF. Этим может объясняться, что у вал-вал генотипа по сравнению с вал-мет и мет-мет генотипами выявляют большую опосредованную BDNF нейропластичность. Это с одной стороны. С другой стороны, фоновая активность мозга известно, что изменяется под влиянием обучения или повторяющейся активности. При этом локальное последействие повторяющейся когнитивной или моторной активности может быть зафиксировано сразу после какой-либо деятельности продолжительностью 40 или даже менее минут. Однако на данный момент неясно модерирует ли полиморфизм BDNF эту зависимую деятельность нейропластичности. Поскольку креативное мышление выявляет широкий спектр когнитивных процессов и включает их в себя, и представляет собой сильную когнитивную стимуляцию, оставляющую после действия фоновые эго-мозга, мы поставили цель работы исследовать, оказывает ли влияние полиморфизм BDNF на зависимую от деятельности, кратковременную нейропластичность, которую мы измеряли как изменение базовой ЭГЭ после решения креативных задач. И мы выдвинули следующие гипотезы. Основываясь на том, что у вал-вал гомозигот выше, связанная с активностью нейропластичность, мы предположили увидеть более яркие изменения в ЭГЭ в интервале после выполнения задач по сравнению с интервалом перед выполнением задач, по сравнению с мет-носителями. Также мы провели анализ связей с результативностью выполнения креативных задач и предположили, что связь этих различий, ассоциированных с BDNF, с показателями эффективности выполнения задачи, будет говорить о связи этих ЭГЭ-индикаторов с эффектом когнитивной тренировки. И с другой стороны, если верны альтернативные гипотезы, то мы можем выявить связь со сложностью выполнения задания, и это будет говорить об усталости, или связь с субъективным интересом к выполнению задания, и это может говорить о мотивационном компоненте к выполнению деятельности. Для исследования мы зарегистрировали электроэнцефалограмму у студентов и работающих взрослых европеоидов младшего возраста. В этой группе средний возраст был 23 года, и в старшей группе средний возраст был 64 года. Генотипы различались, ну, представленность генотипов была следующая. 60% это генотип ВАЛ-ВАЛ, 33% генотип ВАЛ-МЕТ, и порядка 2% генотип МЕТ-МЕТ. Это распределение не отличалось от распределения Харди Вайнберга. Также мы регистрировали электроэнцефалограмму с помощью 60 хлорсеребряных электродов при открытых глазах перед выполнением задачи и после выполнения задачи. Простите, я перебью 2% от 63-х человек, это 1 человек. Так, у нас там было не 63 человека, у нас там было больше. Это написано 63, ну, сколько было людей вот с генотипом МЕТ-МЕТ? Два человека, да. Два человека, ладно, все, спасибо, да. Ну, и интервалы, где мы брали ЭГ для нашего анализа, это был предтестовый интервал и посттестовый интервал. Мощность мы рассчитывали с помощью быстрого преобразования Фурье и рассматривали высокочастотный альфа-ритм, поскольку в наших предыдущих работах он показал себя как индикатор, связанный с деятельностью нейропластическими кратковременными изменениями в ЭГ активности. Также альфа-мощность мы определяли на основе индивидуального пикачастоты альфа-ритма, поскольку было показано, что у МЕТ-носителей эти значения снижены по сравнению с генотипом ВАЛВАЛ. ДНК мы извлекали из букальных клеток и использовали полимеразную цепную реакцию для определения БДНФ ВАЛ-66МЕТ полиморфизма. ВАЛМЕТ и МЕТ-МЕТ генотипы в связи с маленькой численностью были объединены в одну группу МЕТ-мета. В качестве креативных заданий испытуемые в течение 40 минут выполняли 30 вербальных и 30 образных задач. Мы оценивали эффективность по оригинальности и количеству идей, и также испытуемые оценивали субъективную сложность и субъективный интерес к выполняемым задачам. Фактический метод использовался персионный анализ для того, чтобы оценить эффекты БДНФ возраста и пола на изменение эгоактивности. Использовали корреляции Пирсона для тестирования поведенческих корреляций с активностью мозга. И также провели анализ медиации, чтобы понять, как когнитивные и мотивационные аспекты, аспекты, связанные с усталостью, могут медиировать вот эти различия, ассоциированные с БДНФ, уже в ЭГЭ. Для медиационного анализа мы использовали стропированную медиацию в 10 тысяч выборок. Результаты дисперсионного анализа. Связанные с БДНФ различия в изменении мощности альфа-ритма от претестового-посттестового интервалу были связаны с асимметрией альфа-мощности и заключались в том, что эти изменения были больше в левом полушарии, чем в правом, у генотипа ВАЛВАЛ, и наоборот, больше в правом, чем в левом, у медносителей. Чтобы изучить функциональную роль этих ГЭ-индикаторов, которые различались между ВАЛВАЛ и медносителями, мы провели корреляции. И выявили, что отсутствовали корреляции с индикатором асимметрии и средней оригинальностью и с количеством креативных идей, а также с сложностью выполнения задания. Таким образом, мы не выявили свидетельств, что вот этот эффект, связанный с полиморфизмом БДНФ, ассоциирован с когнитивной нагрузкой или усталостью. В то же время мы нашли значимую корреляцию между индексом изменения ассимметрии, ассоциированным с БДНФ, и интересом к заданию, которую мы рассматривали как мотивационный компонент выполнения деятельности. Ну и последующие корреляции уже более детальные между интересом к двум типам задач, это вербальная и образная, и ассимметрия в четырех различных областях мозга. Мы выявили, что наибольший вклад вот в эту выявленную корреляцию вносила ассимметрия фронтальная, и она была связана как с вербальными, так и с образными задачами. Также мы провели более детальную ассимметрию, более детальные корреляции для различных участков ЭЭГ, и обнаружили, что в то время как корреляции фронтальной ассимметрии и интересы к заданию были позитивные для предтестового интервала, они были негативными для изменения от предтестового к посттестовому, и отсутствовали в посттестовом интервале. Ну, в связи с нашими данными, здесь интересно отметить из данных литературы, что фронтальная ассимметрия является известным индикатором эмоциональной валентности и мотивацией избегания или приближения. И меньшая мощность альфа-ритма в левом полушарии по сравнению с правым во фронтальных областях часто выявляется как раз при мотивации приближения. Ну, и таким образом, наша выявлена негативная корреляция с интересом, и ассимметрия в предтестовом интервале полностью соответствует с теми данными, которые имеются в литературе. Что касается противоположного направления корреляции между интересом к заданию и изменением от предтестового к посттестовому интервалу, это может быть связано с законом начальных значений, согласно которому существует негативная связь между начальным уровнем функции и теми изменениями, которые происходят уже в результате деятельности. Ну, и в заключение мы протестировали непрямой эффект полиморфизма гена BDNF на интерес к выполнению креативных заданий опосредованно через показатель асимметрии альфа-мощности и ее изменений от предтестового к посттестовому заданию. И основываясь на предыдущих результатах нашего исследования, мы выбрали изменения во фронтальной асимметрии альфа-ритма как медиатор, общий показатель интереса к выполнению задания как результирующую переменную и, соответственно, генотип как предиктор. Возраст и пол были введены в модели как вариаты. И мы выявили значимый негативный эффект такой, что медносители по сравнению с ВАЛ-ВАЛ-генотипом демонстрировали меньшее значение изменения фронтальной асимметрии, которая, в свою очередь, была связана с меньшим интересом к выполнению креативных заданий, которые мы, в свою очередь, рассматриваем как мотивационный компонент. И таким образом можно заключить, что выполнение креативных задач индуцирует связанный с избеганием ответ на уровни активности мозга у медносителей по сравнению с генотипом ВАЛ-ВАЛ.